Сегодня мы были на горе Дай Цианчуэн, что переводится как Большая Зелёная Гора. Для жителей Китая это место имеет не только повседневное значение, но также культурную подоплеку. Именно в этом месте знаменитый китайский поэт Ли Бай написал одно из своих стихотворений, которое высечено на валунах. У нашей группы замечательные впечатления об этом месяце. Это место также является очень живописным. Тут огромное количество зелёных насаждений, среди которых мне особенно понравились рапс, сакура и персиковые деревья, которые у жителей Китая являются священными. Это животрепещущее место оставляет смешанные эмоции. Оно будоражит моё сознание, но в то же время вызывает умиротворённость. Я смотрю на горы и чувствую единение с природой. Мы посетили несколько деревень в китайском стиле, где живут местные жители. Мы посмотрели, что они выращивают на своих огородах. В основном это зелень. А также заметили, что очень много жёлтеньких цветочков, которые называются рапс. Из них местные жители изготавливают масла. И ещё мы увидели рынок местных жителей. Очень много людей запомнилось. Также кричащие вывески. Каждый пытается привлечь к себе внимание. Мы стали лучше понимать китайских жителей, так как увидели их жизнь изнутри и посмотрели, чем они занимаются в обычной жизни. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА По сильному плечу Младший лейтенант беретит сердца, беретенный палец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА